Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю, что этот вопрос принципиальным, но согласен с этим. Два срока подряд и хватит. Это значит, что на третий срок пойдет Путин в качестве премьер-министра. В связи с этим укрепляются позиции премьер-министра. Как обстоит дело сейчас? Президент лишь получает согласие Государственной Думы на назначение председателя правительства России. Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной Думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации. Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина. Не противоречат нашей Конституции. Что очень важно, отменяется фраза Конституции о том, что приоритетом являются международные договоренности и соглашения. Путин провозгласил как бы мягкой форме возврат к железному занавесу. Это на самом деле о развязывании рук. Если мы сочтем, что в данном случае решение конституционного, виноват европейского суда, не наносит серьезный ущерб вертикали власти, то мы его так и быть выполним. А если сочтем, что противоречит интересам Российской Федерации, то есть интересам вертикали власти, то выполнять не будем. На мой взгляд, еще опаснее, не то что опаснее, а для меня, мне кажется, разрушительным, идея о внедрении, как выросился Путин, единой системы публичной власти. Вы знаете, каким проблемам в образовании, здравоохранении, да и в других сферах приводят разрыв между государственным и муниципальным уровнем власти. Считаю необходимым закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти. Выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами. Теперь мэр будет подчиняться губернатору. Это чистая копия советской системы управления. То есть это не возвращение денег, условно говоря, и совсем банально говорить, в регионы, а... Деньги будут изыматься из городов по руководящему указанию регионов. Теперь. Вы знаете, в 2000 году по моей инициативе был возрожден государственный совет, в работе которого участвуют главы всех регионов. За прошедшее время госсовет показал свою высокую эффективность. Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль государственного совета. Что изменилось? Теперь, наоборот, появился госсовет. Его будет Путин вводить в Конституцию, как и некоторый альтернативный орган, который гораздо в большей степени зависит от вертикали власти. А Совет Федерации, ну, как и прежде, остается декоративным органом. Вертикаль укрепляется, становится толще, ветки у нее обрубаются, у этой самой елки. На нее взобраться можно только с помощью руководства недействующей власти. Иностранцам взобраться на эту елку запрещено. Если какой-либо Навальный будет выдавлен на год и получит за границу, и там получит вид на жительство, то теперь он точно уже никогда не может претендовать на пост президента. Это довольно очевидный пас в сторону того, что Путин президентом оставаться не будет. То есть нарушать Конституцию он не собирается. И довольно очевидный пас того, что давить на Белоруссию с целью создания нового государства вроде как не очень получается. То есть сейчас где-то вздохнул облегченный президент одной страны.